А вот давайте как раз об этом. Вот мы вспоминали сегодня Линдси Грэма, сенатора республиканца, который приехал в Киев. Он, кстати, затронул и тему нарисованных 87% путинских. И он говорит, что я лично буду обращаться, просить Джо Байдена, во-первых, признать Россию страной спонсором терроризма, во-вторых, не признавать Путина легитимным президентом. В целом, в Соединенных Штатах уже называют, в Делом доме назвали выборы несвободными, какими-то сфальсифицированными, напомнили о выборах на оккупированных украинских территориях. Однако вот жестко сказать о том, например, что мы не будем признавать Путина президентом, об этом речь пока не идет. Грэм говорит, я буду только просить. Он говорит, что это было бы правильно, но администрация нынешняя на такой шаг не идет. Впрочем, давайте по-честному, на это пока не пошел и никто из крупных игроков Европейского союза. Это правда. Я скажу, почему. Во-первых, я вам напомню, еще больше года назад в бытность спикером Нэнси Пелоси, демократки, Конгресс принимал закон о предании России статуса спонсора терроризма. Но Байден это не принял. Почему? Он это объясняет тем, что если он будет... Я почему об этом вспоминаю, это тоже связано вот с этими лживыми фейк-выборами. Это одно и то же. Так Байден говорит, если я сейчас это сделаю, то я должен прервать все свои контакты с Россией полностью, вплоть до посольств, закрытия посольств, выдворения российского и возврата нашего. Я, говорит, уже не говорю о том, что надо будет прервать и контакты между спецслужбами, как он говорит. Почему нам эти каналы нужны? Он так говорит. А потому что мы должны периодически уведомлять Путина и его окружение о том, что все, что он творит и внутри у себя, и за рубежом, особенно в плане приготовлений, применения некомменциального оружия, например, химического, бактериологического или даже ядерного, что мы видим, мы слышим и можем принять меры. Так что не суетись. Вот для этого, Байден говорит, мы обязаны держать эти каналы. Следовательно, мы не можем принять в действие закон, который Конгресс, видите ли, принял, реализовать его. Не можем. Это в наших же интересах. В интересах избежания термоядерной войны. Вот так объясняет это Байден. Но это, на мой взгляд, чушь собачья. Я вам скажу почему. Вы знаете о том, что по сей день 40 американских компаний работают в России. Вы знаете о том, что с приходом в Белый дом Байден запретил вырабатывать нефть и газ крекинговым способом, ссылаясь на экологию. Тем самым у нас поставки жиженого газа прекратились. А вот поставки нефтепродуктов из России в связи с этим возобновились. А как вы знаете, нефтедоллары – это кислород Путина. Поэтому не случайно я возвращаюсь сейчас опять к бытности Трампа, когда он боролся с этим. Он был против Северного потока-2. Он возобновил крекинговый способ производства нефти и газа. Плюс к этому у нас был такой известный нефтепровод – Кистон Пайплайн, который соединял Канаду с Тексасом. Он реанимировал его с тем, чтобы обеспечить внутренний рынок и в то же время дать возможность нам экспортировать жиженый газ. Ну, путинская клика, там все, где стали говорить, о, Трамп наживается на этом, он дурит вас, европейцев, а вы и поддаетесь ему. Ну, какая ваше собачье дело, если Трамп находит пути, знаете, прикрытие нефтедолларовых доходов Путина? Понимаете, причем по сей день действительно нефтедоллары – это его кислород, которым он пособствует перевод всей гражданской инфраструктуры на военную. Вы посмотрите сегодня, вы знаете, я вам скажу, ВВП России за прошлый год выросло на 3,6%. За счет чего? За счет перевода на оборонку, понимаете, на военно-промышленные рельсы. В этом вся проблема. Хотя потребление резко упало у россиян, они более нищими стали. Почему? Потому что цены выросли на все, покупать они не могут те товары, которые могли покупать еще вчера по доступным ценам и многое другое. Но это не важно, Путину наплевать на это. Зато он наращивает производство своих видов вооружений, плюс к этому продолжая получать это из Северной Кореи и Иран. Иран открыто поставляет сегодня уже ракеты. Я уже не говорю про дроны. Ракеты открыты. Я понимаю, а не наплевать ли Путину на вот этот статус международный? То есть может ли США пойти путем не признавая его легитимным президентом? И вот Юлия Навальная, жена убитого российского оппозиционера, говорит, что для Путина, как для пахана, как для мафиози, ему важен этот статус, чтобы его признавали. Как вы считаете, важен ли он и пойдут ли штаты на то, чтобы признать его нелегитимным президентом в ходе вот этих вот как раз выборов, ну абсолютно каких-то смешных, да, с 87 процентами? Я бы это сделал. И почему? Даже если... А я вам скажу, Путин тоже не заинтересован в том, чтобы прерывали вот эти каналы связи, как сказал Байден. Понимаете, он тоже не заинтересован, ему это нужно. В конце концов он понимает, что конец у него один, но он хочет продлить этот конец, подальше отодвинуть этот конец. Понимаете, он прекрасно знает, отступать он не может, потому что с ним расправится его же окружение, а вперед он пойдет, так он тянет за собой Россию, в пропасть, ту самую бездну, которая неминуема при этом режиме. В этом вся проблема, поэтому я возвращаюсь к словам о том, что вы говорите. Уже давно пора прибегать к этому, объявить его нелегитимным, то есть закрыть ему глотку везде. Более того, уже давно пора выдвигать санкции против тех стран, которые все еще с ним общаются, которые с ним... Я, например, закрутил бы гайки и... Ну, то есть я бы поставил бы, знаете, на стол перед Китаем мои условия. У Китая тоже неважнецкие дела, и вам прямо скажу, экономика не очень блестит. Колоссальный отток китайцев из Китая. Я вам приведу пример. Из 12 более чем миллионов нелегалов, которые проникли к нам в сторону, более 2 миллионов из Китая. Более 2 миллионов из Китая. Вы можете представить, и это число растет. Вы представляете, вы это... А где процветающий Китай? Вы мне скажите. Ничего особенного. Вы понимаете, я виню в этом Байдена. Я вам приведу пример. Была потрясающая встреча Си Зимпиня с Байденом в Сан-Франциско. Это была прекрасная встреча. Си приехал с протянутой рукой. Он прямо сказал, что мы две крупнейшие ядерные державы. Мы можем решать мировые проблемы. Давай сядем за стол переговоров. Вы знаете, и это была не просто встреча. Там даже он встретился с главами наших мегакорпораций, которые держат все еще свои компании в Китае. Причем он специально с ними встречался с тем, чтобы попросить их. Он именно дружелюбно обратился к ним не уезжать из Китая, не переводить свои компании. Особенно в Индию, главного соперника экономического и даже политического на границе с Китаем. Я уже не говорю о Вьетнаме, о Филиппинах, куда сейчас стали наши корпорации переводить свои компании. Так вот, учитывая, что сегодня 20% молодого поколения китайского в возрасте от 18 до 30 лет без работы, а я вам напомню, полтора миллиарда населения в Китае, друзья мои, 20% возраста от 18 до 20 лет – это миллионы. Понимаете, это безработица вот среди этого населения. Это молодежь, понимаете, не сегодня-завтра что-то может изнутри произойти в Китае, эти волнения. Это понимает сам Синь Цзиньпинь, прекрасно понимает. Но у Байдена не хватает мозгов с тем, чтобы он мог в конце концов сесть с ним за стол переговоров и договориться с ним, что мы поможем Китаю, мы не будем торпедировать его экономику выводом своих корпораций из Китая. Но условие одно – Путин должен кончать войну, уйти за границы 1991 года. Китай может это сделать. Тем более, я вам напомню, друзья мои, давайте будем объективными. Китай, когда предложил свое миротворчество, он предложил 10-12 пунктов своего миротворчества. И из всех этих пунктов первый был единственный, который был достоин уважения. Это незыблемость границ, общепризнанных мировым сообществом. Это как раз-таки относится к Украине границам 1991 года. Вот этого было достаточно, остальное все выбросить к чертовой матери, там чушь была собачья из предложения Китая. Но этого было бы достаточно, чтобы сесть с ним за стол переговоров, развивать этот его посыл, который является общеприемлемым для всех нас. Поэтому этого нет, вы понимаете? И чем дальше, тем хуже. Маленький вам пример. Сегодня не просто Китай помогает России. Он даже поставляет предметы двойного назначения. Уже есть, говорят, по слухам, надо получить подтверждение этому, что уже встречаются на территории Украины ракеты, сделанные в Китае. Вот это самое страшное. Но то, что полупроводники поступают из Китая, это правда. Это правда, это плохо. Ничего хорошего от этого нет. Поэтому и точно Северная Корея начала опять дразнить Запад запусками коррект. И последний раз он дразнил Запад год назад. Сегодня он опять возобновляет. Вот он буквально вчера долбанул, ракету пустил на 300 километров в сторону Японии. Ничего хорошего от этого нет. Поэтому надо все, за всем этим стоит Китай. Только Китай. Поэтому достаточно будет Байдену сесть за стол переговоров с Китаем. Многие проблемы автоматически решатся. А на самом деле, вы посмотрите, какая дебильность. Мне стыдно за моего президента. Два дня назад Байден разморозил 10 миллиардов иранских денег. 10 миллиардов долларов, друзья мои. Почему? Вы посмотрите, для того, чтобы Иран продолжал поддерживать Хамас, поддерживал Хезбалу, хуситов, вот этих вот босиков, с которыми вот страшная Америка, привезшая туда авианосцы ядерные и так далее, самолетами F-35, ничего сделать не может. И, конечно же, Иран помогает России. Зачем он это делает? Я вам больше скажу. Даже представители Байдена стали просить на тайных переговорах с Ираном, чтобы те, видите ли, повлияли на хуситов и прекратили атаковать торговые суда на Красном море. Вот как бы мне не было стыдно, как гражданину Америки, говорить об этом, это правда, друзья мои. Вы наши близкие друзья, вы братья. Мы не можем от вас скрывать это. Вы должны знать всю правду, в какой катавасии мы находимся. Поэтому я сейчас возвращаюсь, очень хочу коснуться визита сенатора Лентигрема в Киев, который вот только вернулся. И он после переговоров, как нам стало известно, он объяснял Зеленскому, почему кредит был бы хорош для Киева, для Украины. Вот, и, конечно, то, что он друг Украины, в этом нет никакого сомнения. Вот, и до, вот последний его визит, не вот этот, а предыдущий, он был основан на его желании оказывать неукоснителю помощь, и ни о каком кредите речи не было. Но вот сегодня, после того, когда Трамп первым, как лидер партии, заявил, было бы хорошо, если бы Украине помогали кредитам, это, конечно же, воспринято позитивно. Когда стали разъяснять, что значит кредит, когда стали говорить о том, что кредит – это лучше для самой Украины, это не только деньги, но и технологии, и оружие, и так далее. Но возникают проблемы в другом. На сегодняшний день, когда Украине, ну, прям как не знаю, что нужно оружие прямо сегодня, я уже не говорю о том, что это надо было год назад. Но ведь в Верхней Палате уже принято решение о показании помощи Украине без увязки с укреплением границ. Таким образом, если сегодня будет новый проект, предложенный Нижней Палатой, он должен пойти в Верхнюю Палату. То есть, Сенат снова должен про это проголосовать. Но есть хорошая новость. Она заключается в том, что буквально вчера лидер меньшинства в Нижней Палате, Хаким Джеффрис, он, кстати, он представитель нашего округа, мы с ним часто встречаемся. Вот, он, например, сказал, что мы поддержим любое предложение по оказанию помощи Украине. Пусть даже будет кредит, давайте быстрее торопиться. Это были его слова, это здорово. При всем том, вы должны это тоже знать, что мощное леволиберальное крыло среди демократов, который давит на Байдена с тем, чтобы он прекращал оказывать помощь и Израилю, и Украине. Прекращал войну с тем, чтобы Демпартия пришла к 5 ноября как партия мира. Вот такое давление тоже есть. Я сейчас напомню вам другую вещь, которую я говорю и говорил буквально на прошлой неделе в других эфирах, что есть инициативы на местах внутри Республиканской и Демократической партии в Нижней Палате. Инициаторы, конгрессмены собирают подписи среди своих коллег, подписи с тем, чтобы собрать большинство по оказанию помощи Украине. А там необходимо всего 218 голосов. Неважно, демократы, республиканец. Я вам напомню, на сегодняшний день в Нижней Палате 219, ну было 219, там один сейчас вдруг заявил, что он уходит. И тем не менее, он, по-моему, еще остается. 219 республиканцев и 213 демократов. Так вот, и вдруг, я почему об этом вспомнил, сегодня уже идет информация о том, что эти как демократы, как республиканцы не могут собрать 218 подписей. Вы представляете? Я был в шоке. Я был уверен, что они могут это сделать. Если бы они это смогли собрать, то они могли бы, минуя спикера, поставить на голосование. И это прошло бы. Это поддержано самым близким другом Украины, конгрессменом МакКолом, председателем комитета по иностранным делам. И еще, правда, два других поддерживают, это вам хорошо известно. Сенатор Майк Роджерс, комитет по вооружениям, и сенатор МакТернер, комитет по разведке. МакКол спонсировал вот эту инициативу сбора подписей. Я не против. Он говорит, что он говорил с Джонсом. Что хочешь, не хочешь, мы это должны проталкивать, времени нет. Понимаете? Таким образом, вот в такой, знаете, вот катавасии находится сегодня Конгресс. И конкретного нет. Но вот смотрите, что сегодня. 22 числа вот этого месяца предстоит голосование по финансированию там шести департментов, оказалось. Я говорил о восьми, оказывается, два уже тоже включены в предыдущие, уже им оказана финансовая помощь. Так вот, шесть департментов федерального уровня должны получить финансирование. Только если вот нижняя палата проголосует. Так вот, 22 марта предстоит голосование, и когда будут все конгрессмены собраны в палате и голосовать. Так вот, есть давление на Джонсона, чтобы он быстрее вот это предложение свое, пусть даже черновое, выставил быстрее. И за одно проголосовали и 22 марта. Будем надеяться. Вот так стоит разговор, да. Короче, вот такой вариант есть. И если вдруг, там еще идут разговоры другие, там если вдруг план B, если иначе не получится, то уже откладывается до 8 апреля. То есть, дело в том, что конгресс будет уходить на каникулы пасхальные, но это не каникулы, но каникулы называют. На самом деле, конгрессмены будут работать в своих округах, на встрече со своими избирателями. Я думаю, это хороший шанс. Мы сейчас усилим наш натиск на встречах с разными конгрессменами и тенаторами. Я вам прямо скажу, я просто так не хожу на встречу. У меня в руках всегда что-то есть. Я привожу того или иного донора, который будет поддерживать того конгрессмена, для которого Украина номер один. Израиль и Украина идут номером один. И никаких там разговоров. Кредит шмирит, мне наплевать. Давайте и все, а потом разберемся. Было, остается, промедление смерти подобно. Мы сегодня преступники. Я вам прямо скажу, на наших глазах уничтожается народ, а мы торгуемся. Этого не должно быть. Это против нашей морали. Это просто у меня слов нет. Америка не достойна этого. Она должна быть лучше. Она была лучше. Что с ней происходит, уму невообразимо. Поэтому это очень важно. Понимаете, и чем больше мы тянем, тем больше наглеет маньяк, тем больше угроз и, более того, шантаж и провокации будут. Теперь даже не знаешь, с какой стороны чего ждать от него. Потому что Запад ему все позволяет. В этом все проблемы. Давайте на финал просто как раз о том, что все позволяет. Есть еще одна важная тема. Это заявления, которые звучат уже не только из Франции, о вероятном размещении войск стран-членов Североатлантического альянса на территории Украины. Пока что это рассматривается в перспективе. То есть еще никто на 100% не говорит уже об какой-то отправке. Однако есть страны, которые размышляют. В то же время в Соединенных Штатах в Белом доме четко заявили, что мы ему не против, если отдельные страны-члены альянсы отправят туда свои войска. Однако Соединенные Штаты на это точно не пойдут. И этот вопрос даже не обсуждается. Хотела реакции Соединенных Штатов и самой вот этой вообще идеей размещения. Насколько она кажется вам реальной? Я говорил всегда в эфирах, еще в начале войны в Украине, что с продлением войны в Украине вероятность введения войск НАТО, если даже не НАТО, а Америки, очень большая. Я исходил из двух причин. Первая. Наша история. Корейская война в начале 50-х. Когда великий наш президент Трумэн во время гражданской войны между Севером и Югом, он сказал, мы никогда не пошлем нашего солдата. Будем помогать оружием. Но когда война затягиваться стала, она длилась три года, когда открыто стала поступать помощь из Советского Союза, из Китая. Неважно, они, Советский уже называл это инструкторами, советниками. На самом деле там были настоящие вооруженные силы России, Советские тоже принимали участие, между прочим. И тогда Трумэн послал наших солдат. Это было решающим в сохранении Южной Кореи. Мы потеряли 34 тысячи наших солдат за три года. Но мы не жалеем. Мы сегодня имеем одно из самых развитых стран в мире в лице Южной Кореи. Потом был Вьетнам. То же самое. Не собиралась Америка посылать солдат. Потом послала. Я не говорю уже об Ираке. Ну, Ирак было открытое решение Буша-младшего войти в войну против Саддама. Убрать его. Это была цель в отместку на 11 сентября. Но вот Корея, то есть Афганистан, который мы не можем забыть никак. В Афганистане 20 лет держались. И все равно же войска вели. А потом ушли. Так некрасиво, с позором. Кстати, сейчас начинается слушание в Конгрессе. Почему? Что произошло. И вот кто-то будет еще отвечать за все это. И я думаю, что генерал Милли будет привлечен тоже, к сожалению. Но, может быть, к счастью. Не знаю. Посмотрим. Но, я возвращаюсь к вашему вопросу. Вероятность ввода войск. Она вполне реальна. Почему я возвращаюсь к началу нашего с вами разговора. Украина. Украина очень много значит для нас. Надо вводить войска. В этом не будет необходимости. Там не будут умирать сыны американского народа. Там, к сожалению, мы жертвуем украинским народом. Потрясающим поколением, молодым, умным поколением украинского народа. На наших глазах его уничтожает, а мы торгуемся. Понимаете? Поэтому придет время. Поверьте. Ну, я не могу еще раз не вспомнить великого Черчилля, который говорил, что Америка всегда принимает правильное решение. Но только после того, когда примет все остальные. Понимаете как? Вот сегодня мы еще, к сожалению, не дозрели до принятия того решения, которое может дать по зубам этому маньяку. С тем, что он выдворился из территории Украины. Так вот, Трамп говорит, вот я возвращаюсь к Трампу, когда его осуждают за его вот эти реплики сумасобородные и так далее. А он говорит, что если бы я не сказал, что я не буду помогать европейским странам, странам-членам НАТО, если они не будут давать по 2% от ВВП в бюджет НАТО и не буду препятствовать Путину, если он решит атаковать какую-то из стран НАТО. Я, говорит, это сказал специально для тем, чтобы их расшевелить. И он приводит примеры. Вот именно после моих слов две страны всегда нейтральные вдруг вошли в НАТО, Финляндия и Швеция. Именно после моих слов Европа вдруг решила перейти на военные рельсы, усиливать свои оборонные инфраструктуры. Именно после меня, он говорит, голубь, Макрон превратился в ястреба. Представляете, он дав понять, что это была просто риторика, что это его тактика, вы понимаете? На самом деле так оно и есть. Вот он будоражит и делает, будоражит. И другими словами, казалось бы, это хорошо, конечно. И тем более, когда он стал говорить о кредите, что он готов помогать Украине самой производить, это подкупает, конечно. Но, давайте так, это ласкает слух. Но мне нужно, чтобы жизнь украинцев была сохранена сегодня. Дайте все, что ей нужно, а потом будем говорить о всем остальном. Тем более, это не процесс одноминутный. То, что кредиты, шмириты, поставка технологий – это время. А время – это жизнь. Время работает сегодня на Путина. В этом вся проблема. Поэтому нам нужно любой ценой, отбросив все кривотолки, все эти самые, что мы пытаемся доносить до наших конгрессменов, друзья мои. Я понимаю, многие говорят, а кто ты такой, Борис, там, что там, ты не конгрессмен, не сенатор. Да, но я горжусь тем, что в моей стране к нашим голосам прислушиваются. Понимаете, мы можем агитировать огромные толпы людей, идти за того, за этого, говорить им то, что они не знают. Более того, выворачивать, знаете, скелеты вытаскивать из вот этих вот, из ящиков этих конгрессменов, показать миру, почему он недостоин, почему он не помогает Украине, потому что он нерзавец. Понимаете, да? Такое у нас есть. Слава богу, законы позволяют. Вот это очень важно. Причем неважно, мы встречаемся не только с конгрессменами, представляющими наши округи. Абсолютно нет. Ты можешь поехать в любой штат, в любой город, присоединиться там или привлечь, пригласить к себе на встречу с тем или иным конгрессменом. Более того, если ты приглашаешь толстосума с собой, который может профинансировать ее избирательную кампанию, это потрясающе. Ни один конгрессмен не избежит встречи с вами. Понимаете? Это потрясающе. Потому что это не просто его престиж, это его работа. Он получает будет зарплату. Он будет в конгрессе. Нет, гуляй, Вася. Возвращайся, садись за баранку и делай, что хочешь. У нас сейчас в конгрессе кого только нет.